Друзья, у меня есть слово о надежде и о вере. И у нас была серия проповедей о любви, как вы помните. Потом у нас была пасхальная тема, и Господь побуждал меня говорить о вере. И это не просто, потому что так мне как-то хотелось. В этом действительно есть нужда, потому что мы идем с вами путем веры, мы встречаем определенные испытания, трудности, и Бог говорит нам что-то в нашу жизнь о вере и о надежде. Я хочу вернуться в этот Псалом 129. Псалом 129, стих 5. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя». Казалось бы, эти простые слова, мы в детстве читали некоторые из нас об уповании, о надежде, но они нам очень мало что-то говорили без откровения Святого Духа. Мы часто слышим эти слова, уповать на Бога. Но на самом деле, когда происходят определенные ситуации, обстоятельства, и тебе нужна помощь от Бога, то Бог ее нам предлагает через надежду и через веру. Не через отчаяние наше, не через наши сомнения, не через наши даже переживания, но через нашу веру. Потому что вера и надежда — это божественная субстанция, это божественное состояние. Это то состояние, способное принимать, способное получать от Бога именно то, что мы нуждаемся. И Павел говорил, что нужно, чтобы было по вере, чтобы было по милости. То есть, чтобы милость явилась, нужно, чтобы была вера. И это не жестоко с Божьей стороны, просто это Его правило, это Его уровень, это Его сфера, в которой Господь движется всегда. Мы не можем никому помочь, кто не верит нам и не доверяет. Мы не можем ничего человеку сделать, ничего, если он отворачивается, если он как бы не надеется. Но если человек доверяет, мы рады это сделать. Я же самое малое. Знаете, у меня есть истории в голове, но я продолжу. Господь хочет, чтобы мы получили благословение, и чтобы мы все, каждый из нас был благословен, потому что мы все дети Божьи. У Иакова было благословение для каждого из своих сыновей и для его потомства. Это значит, каждое колено было благословлено, и колено Данова было благословлено. И даже там была великая служитель, пророк, пророчица Девора, и Нефалим, и Завулон, все были благословлены. Хотя в свое время они были непослушны Богу, и они неправильно относились к своему брату. Это говорит о Божьей любви, о Божьей милости, о Божьем благословении. И каждый из них, и особенно те, кого Господь особенным образом избрал, как, например, Иосифа, они проходили особенный путь, в котором нужно было надеяться и нужно было верить. И здесь говорит Давид, моя душа ожидает, моя душа надеется на Бога. Вот это смелое и твердое исповедание. Я надеюсь, я верю. И на слово его уповаю, то есть на то, что говорит Господь. Я хочу говорить и о надежде, и о вере, потому что они очень близки. Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Что есть надежда? Это тоже невидимая субстанция, тоже как и вера. Написано о вере, что вера, она невидима. Бог хочет, чтобы мы имели нечто невидимое внутри себя. Это невидимое, это больше, чем видимое, которое мы имеем сейчас. Невидимое — это Божья сфера. Видимое — это человеческая реальность. Исцеление, оно может быть невидимым, но оно становится реальным, если мы его верим, принимаем. Прощение может быть невидимым. Вот кто может ощутить, что такое прощение? Кто может описать его, вернее, нарисовать, что такое прощение? Милость. Но она ощущается, она реально переживается с человеком внутри, когда мы приходим к Богу. Любовь. Как её можно описать? Как можно описать глубину чувства, любви? Её можно только частично, или описать одной картиной Иисуса, умер на кресте. Это его любовь. Но познать глубину этой любви. Люди видят картину, но они не понимают смысла. Некоторым это открылось, смотря на распятие Христа. Но вера и надежда — это невидимо. Как и любовь, она невидима. И Господь хочет, чтобы в нашем сердце, в нашей жизни были невидимые истины, которые настолько сильны, что позволяют нам идти дальше, позволяют нам делать дальше всё, что хочет Бог, и ожидать большего великого. Надежда, она имеет сильные качества. Она, во-первых, невидима. Написано и о римлянам 4.18, что Авраам поверил сверх надежды. Но в 4 главе выше сказано, что надежды, когда видит, не есть надежда. И Бог реально испытывает нас в разных вещах, в малых и в больших. В Евангелии Матфея, в 18 главе написано о том, что кто, имея из вас сто овец, потеряет одну и не начнёт искать её. Я хочу, чтобы мы как-то почувствовали слова надежды в этих словах. Знаете, тот, кто имел овец и потерял одну, и начнёт искать её. Эта история пришла мне вчера, потому что мы три дня искали свою любимую собаку. Овчарку. Три дня. Трое суток мы искали её. И это очень мучительно. Вот сейчас мы имеем большую радость. Но она стала нашим другом целый год уже. И это, знаете, дружба такая у собаководов, у любителей кошек, или овец, или косы. Господь говорит об овце. И вот, знаете, когда ты хочешь и ждёшь, вот такой простой пример вызывает даже, может быть, и наша даже ирония, может быть, но на самом деле, когда ты имеешь вот это животное, и ты переживаешь за него, тебе нужно надеяться. И мы поехали далеко, далеко в лес, там на хутор, и там немножко работали. И я там сажал грядки. И вдруг он игрался рядом, тут мешал мне на грядках, и он тут показывал, что он тоже копает, этот овчарка немецкая большая. И всё он делал. И вдруг его не стало. И мы остались с самого вечера. Мы работали, ждали, что он придёт, надеялись, но ничего не произошло. И с таким сердцем возвращаться тридцать с лишним километров домой, и ты не знаешь, что там в лесу, огромные-огромные просторы леса. Я лёг спать. Во сне я увидел, что собака вернулась к нам. Ну, я подумал, ну, это мои мысли, конечно. Ну, говорю, Давид, мне приснилось, что собака вернулась. Он говорит, мне тоже что-то такое приснилось. Следующий день мы весь были в поисках, ничего нет, никого нет. Потом нам сказали, якобы, слышали крик собаки где-то там, в лесу. Поехали вечером, поздно. Сын поехал, искал, ничего не нашёл. Третий день мы искали, ничего не нашли. Примерно 350 километров мы проехали общей сложности. И звали, и молились. Я думаю, вот такая нужда, не знаешь, просить молиться, но друзей близких попросил. Давайте помолимся. Но ты найдёшь. И такая надежда. И когда ты возвращаешься, вчера вечером мы возвращались, и когда ты не нашёл, и у тебя такая печаль, и ты думаешь, вот ты, ну, как бы, говоришь, Господь, вот и здесь я должен верить. Неужели здесь я вот должен верить? И здесь нужна моя вера. И вот так ехал, размышлял. И так было грустно. И полдесятого вечера неожиданно был звонок. И кто-то выставил где-то объявление, что собака на Вайвера пришла там по темнару на какой-то хутор, и там дети. И она осталась там, и никуда не идёт. Села и сидит. И всё. Они подали объявление, к собаке привязались. Они говорят, вот если бы ты ещё раз потеряется и придёт к нам, мы уже вот не хотим вам её отдавать. Но они честно написали объявление. И знаете, когда мы получили, это огромная радость, но надежда. Вот знаете, некоторые ждали не просто собаку, не просто найти овцу, не просто найти там заблудившееся животное. Ждали с войны. Некоторые ждали много лет. И они жили в надежде, что они найдут, что кто-то отзовётся, кто-то ждёт, чтобы человек был спасён. И для этого нужна надежда. Очень трудно жить реальностью, потому что она нас просто подавляет. Она нас очень сильно-сильно смущает. На примере вот у животных, там собачки, там кролика, чего угодно. Но вот, когда мы живём в надежде, то она нас не послужает. Я хочу сказать о надежде несколько того, что говорит Библия. Знаете, что надежда даёт нам терпеливое ожидание. То есть, сами мы по себе ожидать не сможем. Римлянам 8 глава, 24-25 стих. Римлянам 8, 24-25. Здесь говорится так, что ибо мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. Надежда это... Вера это сейчас, хотя вера и в будущее тоже. Но надежда, она имеет способность ожидать то, что мы верим. Есть способность ожидать. И вот здесь говорится, мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, не есть надежда. И если кто видит, то чего ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпение. Итак, когда мы надеемся, надеемся то, что мы не видим, тогда мы можем ожидать терпеливо. Без надежды у нас нет терпеливого ожидания. Качество надежды еще не выработано, например, в детях. Детки очень нетерпеливы могут быть. Они хотят здесь, они хотят сейчас. Они могут капризничать, например, где-то в магазине, особенно маленькие детки. Я не помню, чтобы мои дети это делали, но я видел, мы в Швеции были, когда там ребенка на руках держали, в других местах их просто как бы несут, как-то выводят их. Детей нельзя наказать никак, нельзя их просто остановить. Нет ожидания, нет терпеливого ожидания. Но с годами в нас вырабатывается терпение, способность ожидать. Мы ждем, мы уже научились или немножко научились ожидать. И это вырабатывает в нас терпение. А терпение дает нам надежду. А терпение дает нам опыт. А опытный дает нам надежду. Это Римлянам 5 глава, 4-5 стих. А терпение, то есть мы ждали, мы терпели, и пришел опыт. Мы ждали, получилось. И тогда от этого является надежда. Надежда не постыжает. Она не оставляет человека в разочаровании. И вот если действительно человек надеется, надеется на Бога. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне. То есть я твердо надеялся, и Он наклонился ко мне. Нас отличает друг перед другом что-то. Но также, в том числе, и степень веры. Может быть, моя мера слабее, но твоя сильнее. И ты сильнее в каких-то областях благодаря своей вере и надежде. И это твое благословение, это твое сокровище или твое наследие. Павел говорил о вере, которая была в бабушке Тимофея и в матери Лаиде. В матери Евнике. В бабушке Лаиде и в матери Евнике. Он говорит, я уверен, что она в тебе. И по этой причине возгревай дар, который в тебе. Вот благодаря вере ты можешь взогреть, поднять эти дары, которые в тебе, и действовать в них. И вот я перешел как бы на веру. Вера и надежда, они невидимы. Мы знаем это, и время 11.1, уверенность в невидимом. Дальше сказано, что из невидимого произошло видимое. Третий стих. Из невидимого происходит видимое. Если мы рассчитываем только на свою зарплату, если мы рассчитываем только на то, что у нас есть, это не будет вера. Но если мы верим, мы вот решимся верить, Бог говорит, а в основе этого лежит слово, всегда лежит слово, вот Бог говорит тебе. И Он говорит. И вы знаете, внутри, когда ты ждешь, и ты ждешь, что ты найдешь это животное, и у тебя внутри такое чувство уверенности. Но идет борьба. И я ощущал, что, наверное, это неправильное чувство. Знаете, вот такая борьба. Ну, так внутри, как будто все должно быть хорошо, но в разуме смущение. И ты думаешь, ну, неужели правда Он найдется? Ну, неужели? А вдруг там волки в лесу? А вдруг, ну, кто-то, вдруг он там умирает на болоте? Или вот эта борьба. Но Бог учит нас верить. Он учит нас надеяться. И точно так же о душе человека. Мы можем не верить и говорить, вот этот человек никогда не обратится. Или вот наш город еще, ну, там не будет обращаться, поворачиваться к Богу. Так нельзя думать. Все зависит от нашей надежды, от нашей веры. И она нужна во всем. Сказано, что твердое утешение имеем мы, прибегшие взяться за предлежащую нам надежду. Надежда дает твердое утешение. Поэтому надеющийся на Господа, он будет безопасен, написано. Надеющийся на Господа, как Гарасион, он не подвинется. Не подвигнется. Мы ехали с сыном, и я говорил, сын, помнишь, Саул искал ослиц? Вот он искал, но он нашел другое благословение. Но он нашел благословение. Я подумал, вот Саул нашел, ну, нашлись ослицы, потом нашел еще и большее благословение. А как будет в нашем случае? И это была борьба. И когда получаешь новость перед тем, я думаю, как мне завтра проповедовать? Я так унываю, мне так жалко эту собаку. Но Господь в субботу вечером полдесятого дает хороший звонок, что ты получаешь хороший ответ, и ты говоришь, слава Богу. И я подумал, как люди ожидают операции, как некоторые ожидают, что кто-то из близких лежит в больнице, и они ждут, вот как они мучительно переживают. А если кто-то потерялся в лесу, искали ягоды и грибы, как же тяжело им, я так подумал. Они идут на поиски, они ищут своего там папу, или дедушка пошел за грибами, и они очень переживают. И верующие молятся, они ищут. И когда они находят, имеется большая радость. И Господь говорит, вот так на небе бывает радость об одном кающемся грешнике. Больше, чем о 99-ти, не имеющих нужды в покаянии. На небе бывает радость. И если кто-то потеряет монетку, и он нашел ее, он имеет большую радость. Это очень ценно, это такая радость. И думаешь, Господи, как это, вот как это так, ну, потерять такую вещь, там, ключи от автомобиля. Ну как же так, ну как же, Господи, помоги. Внутри такое свидетельство, несколько лет, что они найдутся. Проходит месяц, другой, третий, пятый. Они найдутся. И когда вдруг ты сдвигаешь диван и смотришь там между подушками этот ключ, а мастер сказал по ключам, он говорит, Володя, ищите второй ключ. Я говорю, знаете, мне надо второй ключ, мы уезжаем, может, он сказал, невозможно открыть его, вот если заблокируется дверь, невозможно. Ваш автомобиль, ну как бы, ну, микроавтобус был, Вольтсваген, не откроешь. И он говорит, ищите, я внутри свидетельство, но ты в это не веришь. Думаешь, ну как это? И вдруг ты находишь ключ и думаешь, ну вот правильно, чувства как бы такие навыком приучены. И вот такое чувство у тебя, когда ты молишься за больного, когда ты делаешь что-то доброе, вдруг ты чувствуешь внутри, у тебя вера, и ты этим живешь. Бог ценит веру, Он ценит, когда мы любим Его и верим в Него, не видя, но любите Его, написано, и радуетесь. Это очень ценно. Для Бога ценно. И когда я помню такие моменты, извините, так лично все рассказываю, когда уже просто нет силы, ты унываешь, и я просто лег на постель, я сказал, Господь, я просто, я просто люблю Тебя, и все. Больше ничего не мог сказать. Ты говоришь, Господь, ты знаешь, что я очень Тебя люблю, Богу слава, но я думаю, что я в твоем сердце. Уже нет никаких слов, уже особенно нет молитвы, но любовь, она всегда остается. Библия говорит, пребывает вера, надежда и любовь. И Господь, Он учит нас верить и любить, и Он учит нас надеяться. И если мы хотим что-то достигнуть и что-то сделать, нам обязательно придется пройти через область невидимую, через область недоступную нам, невозможную для нас. Потому что, если у нас есть возможности, тогда нет никакой награды, нет никакой награды за веру, за надежду. Но если нет, Библия говорит, не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верой и наследниками Царства Божия. Даже если человек богатый, но у него потерялась собака или потерялась лошадь, он будет переживать. Да, есть такое. Человек будет очень переживать, потому что есть здоровье, которое не может никто поправить, только Бог. И вот люди приходят к Богу. Я вчера смотрел интервью одного известного актера в России, просто там было заглавие о Боге, путь к Богу. Поэтому я стал смотреть, и вот он рассказывал. Он пришел к Богу, когда умер его сын. И он сказал, до этого он был таким крутым, он говорит, я считал, да, я крутой, для меня самым важным была его актерская профессия. Но вот когда вдруг скончался его сын, и он вообще все поменялся. Для чего я живу? Для чего? Вообще, для чего все существует, если это вот так все вот уходит? И недавно они с сыном рекламировали телефон, кнопочный телефон. У них такая акция на всю Россию. Они показывают кнопочный телефон сынам, другим подросткам, и они говорят, что вот мы предлагаем такие телефоны, которые вместо тех, которые забрали у нас друзей, забрали у нас время, забрали у нас общение, забрали у нас семью, все, вот мы просто предлагаем кнопку, ну, как-то так, примерно. То есть, сын, очевидно, он верит отцу, он вдохновлен этой идеей, что нужно больше общения, больше хорошего, дружного, вместо вот этого погружения просто в себя, вот поток информации. И именно некоторые находят Бога, и некоторые говорят, я бы не нашла Бога, я бы не нашел Бога, если бы со мной вот это не случилось. Некоторые находят служение, находясь в испытаниях, и вдруг надежда, вдруг надежда только на Бога, но правда никто не может помочь. И поэтому немножко о вере я скажу. Она невидима, в ней есть уверенность. Она исходит из Слова Божьего, мы знаем, Римлянам 10.17, вера от слышания, и слышание от Слова Божьего. Именно Слово, Слово, оно является основанием того, что может быть в твоей и моей жизни. Написанное Слово и сказанное Слово. Слово, говорящие, логос, рема, и сказанное, логос, Слово, которое движет тебя к другим шагам веры, сверх твоих возможностей. Тебя и меня, и другого пути нет. Еще о невидимом. Вера иной получил откровение о том, что не было видимо. Он верой получил, он поверил в то, что невидимо, но это возможно. Я пытаюсь верить за наши фасады, я верю, я хочу всю церковь как-то попросить верить за то, что у нас будут такие средства, а чтобы церковь доделать, чтобы сделать ее такой, как она должна быть по проекту, ну, должна быть красивой, утепленной, верить за это. В четверг приедет кузнец из России, я пригласил его, чтобы, у нас нет этих денег сейчас, но мы верим, что это, надо верить, что это получится. Кузнец, я попросил его, чтобы он сделал нам красивую калитку в сад и ворота красивые в сад. В саду растут розы, растут яблони, цветы, но там глухие старые ворота. И я решился верить, верить в то, что у нас будут такие деньги, чтобы сделать красивые ажурные ворота, чтобы люди видели цветы и заходили в сад не через кухню, не через столовую, а прямо с улицы могли заходить и отдохнуть. Простые, маленькие такие проекты, но есть большие проекты, есть большие дела, телевидение, как мы говорим с вами, или какие-то другие, евангелизации большие. И в основе этого есть вера, только вера. 24 мая мы согласились, что мы сделаем евангелизацию. К нам приедет брат Симо, Симо Берлин, он из Финляндии. Бывший преступник, он никогда не был у нас, такой очень хороший человек, очень добрый, мягкий, но был когда-то рецидивистом. И он расскажет свое свидетельство. 24 числа, 25 мая послужит, надеюсь, у нас здесь в собрании. Хороший, скромный, смиренный брат. И мы соберем людей, мы позовем людей, как мы это делаем здесь иногда, сотни людей. Вот мы можем верить или не верить, мы можем не верить и надеяться, и не звать их, и можем просто вот идти своим путем, но можем применить веру и сказать, я надеюсь, что я кого-то могу привезти, я кого-то позову, кто-то, может быть, услышит и спасется. И это тоже требуется вера. Твердое утешение имеем мы, прибегшие, то есть прибежавшие, взяться за принадлежащую нам надежду. Поэтому те, кто надеются, они имеют твердое утешение, они имеют терпеливое ожидание, и они чувствуют надежность и безопасность. И многие из них или таких людей, они даже радуются, они даже славят Бога, находясь в испытаниях. Итак, Авраам, простите, Ной, немножко еще скажу, получив откровение о том, что не было видимо. Что есть в твоей моей жизни, что невидимо сегодня, что мы ожидаем, есть ли что-нибудь. Если мы ничего не ожидаем, как мы в юности, мы не ожидали чудес и знамений, потому что мы не имели этого учения, мы ничего не ожидали. Мы просто приходили в церковь, мы знали, что Господь есть, мы любили Его, нашей хорошей баптистской церкви, но мы не ожидали ничего сверхъестественного. Мы просто не ждали. В конце собрания читали и помолились за записки, но мы не ждали. Мы не слышали ни одного свидетельства, и я не унижаю. Просто мы не знали, нас никто этому не учил. Но потом вдруг мы услышали слово проповедников, которые вот искренне, ревностно стали приезжать, проповедовать, говорить, что Господь живой, что Господь вчера, сегодня, вовеки тот же. Римляна, евреям 13.8. что Иисус, Он говорит, совершит больше, верующие совершат еще больше того, что Он говорит, «Я совершил». И мы, вдохновленные верой, стали молиться, стали мечтать. Мечтали в 1992 году, в 1991 году, что будет какое-то христианское телевидение, маленькая группа верующих. Мы мечтали о том, что будут христианские газеты, еще было время Горбачева, 89-й год, что будут служители, проповедники, лидеры поднимутся, народ спасется. Эта вера, она поселилась в сердцах молодых людей, которые готовы были все для этого отдать, вот все, всю свою жизнь отдать. И вот с этой верой Бог хочет, чтобы мы шли по всей жизни, чтобы мы шли и говорили, как говорил Давид, «Моя душа надеется на Господа, я на Него уповаю, я буду ожидая Его больше, чем стражи утра». «Рано предстану пред тобой», Давид говорил в 55-й псалме, «я буду ожидать». Вера — это осуществление ожидаемого, вера — это осуществляет то, что мы ожидаем. И поэтому Ной, знаете, что он сделал? Он поверил, написано, «в то, что невидимо, и приготовил благоговея». То есть в трепете и в благоговении пред Богом он приготовил ковчег для спасения дома своего. Это была долгая, утомительная стройка. Это был не один год и не 10 лет. Это и не 20, и не более. Некоторые говорят, около 100 лет. Кто-то говорит 120, кто-то говорит поменьше. Но это был большой срок, потому что ему было 500 лет, о нем что-то написано, а потом в 600-й год они там вошли в ковчег. Может быть, так примерно. Но они строили долго и упорно, и он это делал с надеждой и с верой. Поэтому Господь зовет тебя и меня на путь веры. Это может быть касаться молитвы, это может касаться добрых дел, это касается строительства, это касается прославления через веру, это касается проповеди и через веру. Потому что Бог действительно меняет нас через веру. И я уже говорил и говорю, что будучи ребенком и подростком, я жил в постоянном страхе, что однажды мне придется прийти перед церковью и публично покаяться, потому что в Баптистской церкви учили, нужно обязательно публично. Вот как Билли Грейм учил, что если Иисус умер публично, так и мы должны публично исповедовать. Я жил годами с этим страхом, что однажды мне придется и мой брат даже, он покаялся, он как-то рассказывал, мы должны были переезжать в Эстонию в 1976 году и он решил покаяться в своей церкви в России, как бы там легче выйти покаяться, чем потом прийти в новую церковь. Мы боялись что-то говорить, я подумал, ну как я расскажу, скажу что-то в церкви, как я встану и вообще что-то скажу. Но когда Дух Божий сошел в мое сердце, тогда я побежал, я просто плакал. Я даже не помню слова, мне было 12 лет, я просто рыдал и я не знал, что говорить. Это было такое первое покаяние, может быть не так осознанно, но я просто плакал. Я прибежал и упал в ноги к проповеднику, он стоял за кафедрой, я просто, некоторые тоже пришли, и я упал и просто рыдал. Мне было 12 лет, но я не знал, как служить Богу, никто со мной не работал в этом смысле, так я ходил на собрания, но 16 лет мне захотелось принять его сознательно, искренне. И вот когда мы думаем, что мы не можем проповедовать, мы не можем сказать что-то, мы не можем что-то спеть или помолиться вслух, когда вот предложат микрофон, то это можно сделать через веру. Сделать это верой. Поэтому что невозможно человеку, то возможно Богу. И все возможно верующим. Поэтому мы знаем многих застенчивых и скромных людей, которые стали служителями благодаря вере. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова